Что с тобой? Ты заболела, что ли? Это не сам Мерс Башев, а с тобой. Что-то я ничего не понимаю. Вот и я говорю. Ничего ты не понимаешь. Ну так ты мне объясни. Почему-то Калитину ничего не надо объяснять. И Гриндерсу тоже не надо. Они и без подсказок сделали девчонкам подарки. А я сижу как сиротка между ними. Стыда сгорают. Вон ты о чем. Понятно. Ну, наконец-то. Какой ты черствый и невнимательный. Это я-то. Смотри сюда. Что это? Подонок. Мне? Ух ты. Кольцо. Слушай, а ну это... Лучше, чем у Трофимовой. Ну уж я не знаю, что там у Трофимовой, но такого ей точно не найти. Это же уникальный экземпляр. Второго такого в природе просто не существует. Вот это пойдет? Ой, да. Слава богу, это вы, Анна Марковна. Я как звонок услышала, думала, девицы пришли. У меня аж сердце упало. Ой, как вы меня расстроили с этим кольцом. Прям... Да не переживай ты так, Томочка. Ну я уж сама не рада, что сказала. А может быть мне и сослепуло и померещилось? Вот я все сейчас узнаю. Вот придут они... Анна Марковна. Держи себе, в руках я сама открою. Здравствуй, Тамара Ивановна. Здрасте. Держи, у вас уже готово тесто, а я вам принесла коктал. Тамара Ивановна, сейчас Люся придет с Лерой вам помогать, а я хотела бы отучиться в парикмахерском. Можно? Пожалуйста. Да, да, конечно. Иди, спасибо. Победитель. Растут детишки. Кто бы мог подумать. Как же так, Анна Марковна? Три кольца, Аршниколь. Четыре кольца нашим. Значит так. Галитин, Гриндерс, Арцебашев, Ваншдейн. Нет, нашим пять. Мне тоже. Это одно всесильное, Авдееву. Чуть не закуплено. Авдеев. Чем ты занимаешься? А, ничего, морской бой. Ты что, деньги принес? Сейчас я буду билет сдавать. Слушай, а ты точно по тройной цене сдашь? Не знаю. Ну я же не маклер. Но эти вообще в пять раз дороже продают. Ты знаешь что? Давай-ка ты их мне. Не будем считать, что мы стоим в расчете. Я их сам сдам. Так оно надежно будет. Томочка. Том, успокойтесь. Тома, мужчина несовершенное существо. Это мы романтические натуры, наделяем их идеальными качествами. А в сущности своей мужчина примитивен. И не надо требовать слишком многого. Соберитесь. Ай, я не хочу никого больше видеть. А, ну ладно. Нельзя. Нельзя раскисать. Нельзя подавать повод для слухов. У вас все хорошо. Да уж. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Что-то случилось? Извините. Нет. Со мной все в порядке. Я просто, это, лук резала. Лук для торта? Что за вопросом, Азуренко? У Тамары Ивановны что, кроме вас других забот, что ли, нету? Извините. Я вот тут цукады принесла. Может, туда не надо, но мы как-нибудь сами. Нет, нет. Почему? Я все сделаю. Давай. Это что? Это? Колечко. Потрясающее колечко, правда? Один человек подарил. Второго такого кольца в природе не существует. Извините, я опоздала. Тамара Ивановна, вот сливки. В природе не существует, да? Анна Марковна. Вы посмотрите на это. Вы посмотрите. У меня просто нет слов. О, привет. Молодцы, они начинали, еще подождали меня, да? Да. А где девчонки-то? Да, на кухне закрыли. Злые, как телепузики спахнули. Тут у мужики, похоже, опять на то натворили. Вот что? Что мы натворили? Вы можете мне объяснить? Подождите, а где Сильверства? Мне же надо ей подарочек. Подождите. Не дождался, сын, подарок. А мы не время сейчас. Такого позора в моей жизни еще не было. А я ведь дура. Всем знакомым похвасталась. И родителям показала. Что теперь говорить, не представляю. Ну, гады. Надо выяснить, где они эти кольца взяли. Да где? В любом киоске. Зайцали, чтобы поиздеваться. Нет, нет, нет. Леша на такую не способен. Знаешь, я думаю, что их самих кто-то обманул. Какая разница, гады они или дураки. Все равно поубивать. Ну, знаешь, большая разница. Ты пока не знала, сама от этого кольца тащилась. Девчонки, вы знаете, я вчера в школе видела Бакланова. И он носился с какой-то коробкой и списком. Деньги, наверное, на банкет собирал. Нет, 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 подожди. Деньги Леша с Максимом собирали. А Бакланову я тоже видела с каким-то списком. Знаете где? В десятом А. Тогда он. Точно. Надо проверить. Правильно. Завалить и обыскать. И если у этого гада окажется хоть одно кольцо, удавить этого хоббита. Привет, девчонки. Сильверсто здесь? Здесь, здесь. Все здесь. Ну-ка выворачивай карманы. Властелин колец. Зальзать. А у них там весело. И что, характерно? Бакланова впустили, а нас нет. Мы чужие на этом празднике жизни. Да нет, если бы я вызвал отношения девчонок Баклановой и решил, что они его там раздевают. Надо же, действительно ничего нет. Девчонки, вы что, совсем обалдели? Ну, что они с тобой сделают? Или ты с ними? Вот эти молодые, а? Так вы, может, объяснить, что здесь происходит, а? Мы хотели отобрать у него эти чертовы кольца, чтобы он больше их никому не продал. Мы ничего не нашли. Нет, ну почему же? Кое-что мы нашли. Три кольца в десятом А, четыре у нас в одиннадцатом Б, одно у Авдеева, и еще одно должно быть у него. Куда кольца делал? Ой, девочки, я, кажется, поняла. Мы же уничтожим последнее кольцо. Где? В жерле сказочного вулкана? Да в собственном жерле, он же его проглотил. Оля, ты даешь. Ну? Как футбол? Так, спокойно, Тома, я уже все знаю. Меры приняты, виновные понесли наказание. Может, ты мне объяснишь тогда, почему все твои ученицы носят такие же кольца, как у меня? Да есть там у нас один. Властелин колец. Бакланов его фамилия. Только что я его во дворе встретил, честно словом, прибил бы. Если бы не откупился. Он тебе три рубля дал за этот бижутерий? Лучше. Забирайся, идем в театр. Он уступил мне два билета на новый суперпопулярный мюзикл «Доктор Фауст». Забирайся, идем в театр. Да, неплохо, когда у Мозгов нет, а сил немерено. Как он? Ну, отдашь тебе, ломает все подряд. Ну, только она же еще маленькая. Ну, я же говорю, Мозгов нету, характер как у пацана. Золотое у него время. Нам с папой за него все решают. Вот мне бы так. А ты уже мальчик взрослый, самостоятельный. А что случилось, Наталья? Да затеял я диссертацию писать. О, диссертация Михайловича, это хорошо. А что за тема? Взаимоотношения наших юношей и девушек. Интересно. Ну, учтите, у наших юношей и девушек тоже с мозгами не все в порядке. Ну, а я уже убедился на собственном опыте. Вчера разговаривал с Волковым и Лисицыной. Причем здесь они-то? Допросил их анкету заполнить. Ну, вот, посмотри, я целый месяц составлен. Да? Ну-ка, интересно. Да, когда вы поцеловались в первый раз. Сколько им девушкам признавались любви. Ну, вот и они все. Хе-хе-да-ха-ха. Андрей, сразу видно, что ты неопытный педагог. Ну, какой учитель с таким вопросом лезет к подросткам? Ну, ты поймешь, что без их ответов мои диссертации граждане. Да, это понятно. Но ты учитель, понимаешь? Ты для них чужой. Вот скажи, я сам бы достал отвечать на эти вопросы? Серега. Ну, ты вот...